всем привет мы с вами на канале мур мяу сегодня у нас продолжение инкубации яиц вы видите на что нас уже стало много вот ну как бы тут уже и наши яйца яички я про перепелины мы начинали с двух яиц у нас было одно наше когда курочку мы купили уже не сушку и тоже перепелиная наша вот решили мы посмотрели на ю тубе не только на ю тубе на других сайтах посмотрели что люди люди из магазинах яиц перепелиных выводят цыплят нам стало очень интересно мы пошли в магазин купили поэтому тут половина наших половина мне магазинных на это думаю не пустые почему они как бы лежали в холодильнике хотя люди пишут что берут тоже из холодильников но как на витрином холодильнике то есть не в самом холодильнике это первое вот второе у них был уже срок годности 10 дней то есть они на прилавке уже лежали 10 дней и я думаю что там уже ловить нечего вот третьих у них по сравнению с нашим если наши яички перепелины они вот такие вот все блестящие такие насыщенные вот то магазины они какие-то ну матовые знаете такие вот нет насыщенного цвета яйца хотя они больше но упаковки была порода эстонцев порода эстонцев и сейчас мы с вами начнем их просвечивать так как у меня сильно такого воскопа нету вот ну как бы только горе переехали мы еще толком ничего не приобрели вот у меня есть классный фонарик на телефоне попробуем посмотреть самые такие интересные яички вот мы вот парочку отобрали которые нам казалось что-то не лежат 23 числа и вроде там чистый желток то есть он не начал развиваться а потом начали разбивать видно что один зародыш был то есть как бы мы мы остановились и сказали нет мы больше перепелиные яйца бить пока не будем пускай лежат даже если они неплодотворенные пускай протухнут но вот так тоже да у нас вчера была небольшая трагедия у нас наша лампа которая обогревает наши яички упала и я думаю что все яйца наши скорее всего погибли был у нас такое яичка классная да потому что упала убежала температура осталось нет ну в общем упала температура почему я делаю по запись по видео потому что снимали на планшете что было качество лучше а вот видите да смотрите веночки и звука к сожалению там общем звука не было приходится мне сейчас делать краткую версию обзора мы видим да еще будет фотография вот видно да видно примут венки вот он видно глазик венки и вот к сожалению лампа эта дурацкая она меня достала упала нагрелась до 50 градусов у нас было по моему кстати говорят что он не просвечиваются перепелиные да не просвечивается но если там есть зародыш вы не перепутаете перепелиных у нас было четыре по моему зародышем и вот одно куриное прям видно там венки жалко 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 дурацкая лампа в общем весь наш эксперимент накрылся медным тазом а мы не стали яйца все эти убирать думаем блин ну ладно какая разница в любом случае они уже давно лежат ну сколько давно уже по моему дней 6 сегодня 29 у нас пуск пускай лежат посмотрим то есть если мы их не заберем да там не вскроем данная там 10 из не обеднеем а перепелки наши я не знаю чё то они тоже перестали и нести стали по три яйца нестися расклевывают друг друга головы может расклевывают может быть от сетку бьется я уже сетку повешала или закрыла им чтобы они не бились а ну как бы затем не понимаю я эту птицу как бы у нас их 15 штук 13 адекватные да они интересные они общаются даже даются гладиться то есть адекватные к ним заходишь заглядываешь они занимаются своими делами а вот пару-тройку да там три или четыре курицы они дикошары то есть они постоянно кипишуют и всех мне в тонусе держат как говорится и начинается вот это вот канитель в общем стали плохо нестись не знаю я как бы им даем разнообразные даю им комбикорм специально подмешиваю туда вот скорлупу от яиц но сразу скажу скорлупы даю мало так что-то опять зависло скорлупы я даю как бы мало ну мало и из мало несу скорлупы нет купить здесь там кормовой мел ракушку в геленджике нереально здесь вообще большая проблема мы не самом геленджике мы в поселке данном до геленджика час езды вот и категорично никто не хочет наш поселок ничего вести хотя у нас здесь цивилизация да и есть как бы это самое ну то есть у нас тут небольшое такое как бы свой свой этот городок своя жизнь то есть не деревня не глухомань но видимо из того что тут серпантин из геленджика далеко везти сюда никто не везет и к примеру купить обычные опилки допустим комбикорм или еще какие-то добавки здесь сложно а мы нашли только двух поставщиков вот где мы покупаем комбикорм но мне нравится комбикорм он такой действительно классный хороший комбикорм вот жмых мы только нашли здесь вот жмых можно купить а вот допустим кормовой мел ракушечник тут купить невозможно буду я сейчас делать вот эту вот систему с этими с известкой да говорят это хорошая добавка для кур но я могу приобрести только вот обычную магазинную звездку который нужно погасить и чтоб она там неделю высыхала вот поэтому держать животное животное здесь сложно потому что не невозможно что купить ну вот у нас много яичек да получается 50 процентов перепелиных наших которые зелененькие нас помечены какого часа какой до 4 какого до что и вчера наша перепелка снесла такое большое яйцо прям мы думали это курса наверное снесла реально такой большой перепелиное яичко почти такого же размера как и те хаски ой как и эстонские магазины вот птичка да рентабельная даже если она не будет нести яйца вот это касается техасских не наших не белой если заводить примеру техасских видите что то с видео то она рентабельная из того что у нас есть мы завели уже курочек уточек сейчас планируем завести кроликов все-таки перепела самая рентабельная птица потому что она быстрее всего растет вот ну что друзья подписывайтесь посмотрим конечно что у нас получится через этими яичками возможно что-то выйдет но я думаю что для того что температура у нас упала на 50 поднялась вернее то придется эксперимент повторять я с вами прощаюсь всем пока пока